Что общего между Петербургом и Ялтой через терроризм, театр и даже бегемота? Связи бывают редкие, связи бывают крайне интересные. И я, как обычно, со своим свиным рылом с северных болот влезу в местный краеведческий калашный ряд. Ну, расскажу как бы то, что знаю и то, чем интересуюсь на протяжении многих лет. И, возможно, вы даже в курсе этого, конечно же, история традиционного терроризма уже привела к тому, что выйдет в следующем году путеводитель под названием «Терроризм глазами гида». Это будет очередной путеводитель после Невского с Персом. И, я думаю, что будет еще серия путеводителей по проходным дворам Петербурга. Мы с вами, как нетрудно догадаться, вот по той синенькой полоске находимся в Ялте, которая производит, конечно же, гораздо лучшее впечатление, чем город Алушта. Но в начале века Ялта, она была, знаете, таким центром Черной Сотни, я бы даже сказал, столицей черносотенного движения России. Был еще один такой город – Одесса. И это было крайне странно, потому что Одесса, что Ялта и вообще все это побережье Крыма, оно, ну, мягко говоря, не совсем 100% русское. Связано это с тем, что в Одессе заправлялся человек по фамилии Толмачев, в Ялте человек по фамилии Дамбадзе, Антон Иванович Дамбадзе. И, собственно, не мудрствуя Лукаева, вы можете догадаться, что он у нас грузин с соответствующим темпераментом. Это была такая удивительная политика Российской империи – назначать на ключевые гражданские посты людей военных. То есть мы знаем уже с вами историю и с Гурко, и с адмиралом Дубасовым. То есть люди, которые себя прекрасно проявили в ходе военных действий, в частности, в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, они, попадая на такие должности, не проявляли иногда должной гибкости, не проявляли иногда какой-то попытки пойти на компромисс и так далее. Дамбадзе, забегая вперед, могу сказать, что он был просто, откровенно говоря, самодур. Тем не менее, Ялта – это стратегический объект, где хозяйничала царская, ну, как мы сейчас сказали, ФСО. Главным ФСОшником был персонаж, к которому мы еще заикнемся, его фамилия Спиридович. Он сделал свою карьеру в киевском охранном отделении. Я недавно снял про него сюжет в Нижнем Новгороде, потому что он окончил Нижегородский кадетский корпус, Ракчеевский он назывался, и он располагался прямо в центре Нижегородского Кремля. Ну, а потом Спиридович прославился тем, что поймал главу, самую первую главу боевой организации социалистов-революционеров Григория Гершуни. И, соответственно, Дамбадзе заехал сюда. Давайте, чтобы мы не стояли, мы так вот будем прохаживаться, чтобы вы посмотрели еще какие здесь чудесные колонны, какая здесь чудесная колонна. Дело в том, что вот это – это улица Коммунаров, бывшая, на самом деле, Николаевская. И она на стыке еще одной улицы, и Сеченова – это бывшая Чайная. Здесь на углу раньше стояла дача. Это был актер больших и малых театров и достаточно предприимчивый антрепренер. Ну, в смысле, антрепрене – это по-французски и есть предприниматель, только это больше не прилагалось в значении к каким-то театральным и художественным действиям. Именно поэтому я веду свой рассказ здесь, потому что, понятное дело, что от дачи ничего не осталось, но не осталось у нее даже не следствие каких-то гражданских войн или Великой Отечественной войны, а я вам объясню, почему. Но это крайне важно, да. И, в общем, вот этот Дамбадзе, он здесь как бы вел себя, ну, вот такой, знаете, рачительный хозяин. Я бы хотел вам зачитать несколько буквально сообщений из газет того времени, чтобы вы поняли. Я буду комментировать, на самом деле, источники информации, потому что это крайне важно, потому что эти газеты, они придерживались тех или иных политических взглядов, тех или иных политических симпатий. Вот, например, газета «Русское слово». Это газета, которая потом была выкуплена издателем Сытиным. Ее возглавлял Власидор Ашевич. Она была абсолютно такая леволиберальная, да. То есть, она не была революционная, скажем, как «Искра» или, там, какие-то другие, там, газеты «Знамя труда» и прочее. Но она очень сочувственно относилась ко всем революционным движениям и, в частности, к террористической деятельности многих партий, в частности, социалистов-революционеров. Дело в том, что на «Думбадзе» уже свершалось покушение в Севастополе. Вот, например, 25 сентября 1906 года газета «Русское слово», упомянутая мной, пишет «Сегодня около полудня в городе раздался оглушительный взрыв снарядов. Оказалось, была брошена бомба возле казарм Брестского полка и проезжавшего мимо в экипаже командира этого полка генерала «Думбадзе». То есть, он еще не ялтинский грандоначальник. Генерал легко ранен, ранены три солдата, завязал с перестрелками между солдатами и неизвестными лицами, которые, стреляя из Браунинга, вскрылись. То есть, в общем-то, в Севастополе самая настоящая бойня разворачивается. Это абсолютно нормальная картина для вот 1905-1906 годов той эпохи. Потом выяснилось, что это некая ковельская мещанка Венгерова управляла этим покушением. И вот, кстати, еще это не относится непосредственно к Думбадзе, но чтобы вы понимали, что происходило. Ялта 27 сентября того же года, то есть, буквально спустя два дня, в 9 часов вечера неизвестные с Браунингами и в масках явились в квартиру некой Бих, и от имени анархистов-коммунистов потребовали 2000 рублей. Проснувшийся семилетний ребенок звучал «Уходите, уходите». Анархисты сжалились, ничего не взяв, скрылись. Это была вот такая традиционная практика экспроприаций, шантажных экспроприаций. Она практиковалась на территории всей Российской империи. Ялта, значит, уже 7 октября. Полковник Думбадзе опубликовал текст смертного приговора, присланного ему боевой дружиной социалистов СД, социал-демократов, социал-демократической рабочей партии, в которой говорится, что приговор будет отменен, если Думбадзе до 6 февраля поддаст в отставку. То есть, вот так вот его шантажировали. Но мы знаем, что социал-демократы были против террора, но это, как бы, я вот зимой прочитаю лекцию про Леонида Борисовича Красина, где расскажу, что это немножечко не так. И вообще, как бы, Ленин ведь сказал, мы пойдем другим путем не потому, что, как бы, терроризм – это плохо, а потому, что терроризм, он мешает непосредственному захвату власти вот в той доктрине, которую проповедовал Леонид Ильич. Господи. Был у нас и Леонид Ильич, конечно, мы имеем в виду, конечно, Владимира Ильича, которого здесь тоже, кстати, понатыкано вполне в нормальном варианте. Московские ведомости. Значит, здесь надо сказать пару слов. Московские ведомости – это был такой рупор, которым владел Михаил Никифорович Котков. Тоже абсолютно, ну, я не скажу, что он черносотенный был, да, но оно очень консервативное здание. Особенно оно стало таковым, когда им стал заправлять человек по имени Владимир Грингмут. Вообще, это, кстати, крайне интересно, как вы становились русскими патриотами, потому что Грингмут, он был из селесских немцев. Ну, вот он так вот, понимаете, так вот болел за Русь-матушку, что был абсолютно черносотенец. И вот московские ведомости такую, значит, заметку. 20 марта 1907 года. Наша освободительная печать, создавшая из травли сановников и государственных деятелей особый вид спорта и невозбранно науськивающая на них подлых убийц, на днях получила тяжелую плюху. Здесь я вынужден согласиться с московскими ведомостями. Действительно, либеральные СМИ, как я уже сказал, крайне поддерживали все эти террористические толки и практически аплодировали, да, убийством и Плеве, и великого князя Сергея Александровича. Ну, впрочем, я об этом рассказывал. Временный ялтинский генерал-губернатор полковник Думбадзе чудесным образом вторично избежавший смерти от рук негодяев-террористов прислал на имя редактора революционной газеты «Русь» телеграмму следующего содержания. «Поздравляю с успехом вашей травли. Я ранен взрывом бомбы. Со мной несколько человек, но назло вам и вам подобным, и я с толком могу послужить царю и родине». Я хочу обратить ваше внимание повторное покушение. То есть про первое я сказал, это уже было в Севастополе. А сейчас идет речь уже про то покушение, которое случилось вот прямо здесь, вот на этом месте, где стояла эта сама дача. Я помещу картинки этой дачи, и, к сожалению, в нормальном разрешении картинок в интернете нет. Я даже связался с администраторшей сайта «Старая Ялта», где есть достаточно большое количество изображений этой дачи. Спросил, нет ли у них в нормальном разрешении. Он сказал, что нет. Ну, в общем-то, поэтому снимаем в 4К, а картинки вот такие вот, да. Что поделать? Извините. Но дача была как дача. То есть стандартная такая постройка. Ничего строго выдающегося в этом не было. Значит, почему на Думбадзе совершалось здесь покушение? Ну, вот, например, его распоряжение. Новое время. Заметка про новое время. Новое время, опять-таки, нужно пояснить. Новое время – это уже петербургская газета, которую издавал Алексей... Господи, как же его звали-то? Из башки вылетел. В общем, Суворин наш. Это человек, который, по сути, вот мы в Ялте, да, Чехов, Ялта, да, все понятно. Гастроли МХАТ. Горький тут знакомится с Андреевой. Смотрите мою лекцию про, соответственно, Горького. Как он сначала был то с большевиками, а то не с большевиками, потом вовс опять, потом вовс опять. И как он, соответственно, поощрял тоже террористическую деятельность. Горькому тут тоже стоит памятник. И Суворин открыл Чехова. Ну, как открыл? Он его раскрутил, можно так сказать. Они были друзьями, по сути. И, в общем-то, Суворин был уверен, что Чехов будет его хоронить. А на самом деле получилось наоборот. Про Суворина у меня есть отдельная история в моем путеводителе, Невский с Перцем. Потому что там у него была очень жесткая тема с его женой, которая, в общем-то, закончила не очень хорошо. И потом он выяснил, что, оказывается, у нее был еще и любовник. Вот, значит, это вот газета «Новое время». Тоже ее клинило на антисемитизме, на вот этой черносутиной идее. В общем, ну, такая вот. В Москве, в московские ведомости, в Петербурге «Новое время». Вот они, как шерочка с машерочкой, мочили всех этих леваков. Значит, при распоряжении Думбадзе к крымскому курьеру, эта газета такая, под угрозой закрытия приказано перепечатать корреспонденцию «Нового времени» с дифферамбами Думбадзе. Аналогичное требование предъявлено Союзом Русского народа. Издательница согласилась. Ну, не мудрено, чтобы она не согласилась. То есть, ну, вот, как бы, представляете, да, такое откровенное давление на прессу. «Русское слово» газета сообщает. «Следствие появляющихся в последнее время столичной печати нежелательных сообщений о деятельности местной администрации генерал Думбадзе отдал приставам приказ. Разыскать живущих в Ялте корреспондентов. Передают, что генерал нашел вредное пребывание здесь писак и потому решил всех их выслать». Вообще Думбадзе высылал многих, да, без суда и следствия. Просто, вот, как бы, не подрался человек, пошел в баню. И мы об этом еще поговорим. Ну, это и редактору Ялтовского «Вестника» тут и объявлено постановление о штрафе, потому что он в какой-то там, значит, заметке, житейские напевы позволил себе вредные направления мысли. Дальше, это уже про высылку. Про высылку. 1907 год. Значит, выслан из Ялты согласно приказу Думбадзе лаборант Труицкий за ношение косовородки и широкого пояса, а также за то, что встретив Думбадзе, не снял фуражки. Вот. Когда мне пишут, типа, Перес, что ты так одет? Я вспоминаю вот Думбадзе, да, и его маленьких-маленьких таких внучков, правнучков и всех остальных. Ну, что такое не снять шапку, мы знаем по делу Веры Засулич, когда, как вы помните, Трепов приказал высыть Боголепова за то, что тот вторично не снял шляпу, шапку в тюрьме на, ну, в этой, в шпалерке, так называемой, да, она между шпалерной и Захаревской находилась. И из-за этого весь сырый бор потом случился. Дальше, Ялта. По распоряжению генерала Думбадзе во всех местных книжных магазинах конфискованы открытые письма с изображениями Иисуса Христа, Богоматери и Святых Апостолов. Вообще все, относящееся к истории христианской религии. Открытые письма — это открытки. Нефиг торговать такими вещами. Дальше, купающимся в пределах курорта генерал Думбадзе предписано непременно быть в купальных костюмах. Мужчины, наблюдающие за купающимися женщинами, будут забираться в участки, а затем высылаться из Ялты этапным порядком. Так он боролся с нравственностью. То есть вы так стоите, смотрите на девушек купающихся. А как они купались, я рассказал в своем видеосюжете про Сестрорейский курорт. Не буду повторяться, просто посмотрите, как там телеги загоняли с лошадьми в воду и как они там переодевались. Ну и, конечно же, Думбадзе был предводителем, одним из предводителей Союза русского народа и всех этих отпочковавшихся формаций. То есть вот гостиница России, она на набережной располагалась, состоялось собрание Союза истинно русских людей. Полиция присутствовала, инкорпоры, то есть в полном составе. Большинство записавшихся в члены молокультурные, греки и другие народцы. В числе ораторов выступал ялтинский городоначальник Думбадзе. Ну тут вот дальше про тоже сбор союзников. Мне тут понравилось, что маршировала боевая дружина из 30 подростков, одетых в форменные голубые рубашки. То есть у них была даже какая-то форменная одежда, форменные голубые рубашки. Значит, на поздравительную телеграмму симферопольских союзников, ну так называли, это Союз русского народа, по случаю распуска Государственной Думы генерал Думбаза ответил, я со всеми сослуживцами торжествую и взаимно поздравляем всех вас с разгоном мерзейшей Думы. Великое спасибо царю батюшке за это мудрое распоряжение так нужной истрадавшейся Родине. Ну, то есть вот парламентская затея, да, конституционная затея, по мнению Думбаза, она как бы сакс. Из Гурзуфа. Гурзуф населен почти исключительно татарами и турками. На днях здесь торжественно открылся отдел Союза русского народа. Ну и председателем был на заседании Думбаза, конечно же. Ну, тут вот переписка Пуришкевич заступается за какую-то даму Пуришкевич. Это тоже союзник, участник убийства Распутина и так далее. И некая там жена статского советника, которую подозревают в неблагонадежности, ее высылают из Ялты. Пуришкевич заступается. Думбаз идет ему навстречу. Не высылает. Евреи, пожалуйста, значит, проверяют всех евреев, которые здесь числятся как ремесленники. Они должны продемонстрировать способность производить те товары, которые, ну, они его должны производить. А если они не в состоянии, их высылают. И действительно их начали высылать. И даже при желании их принять православие, Думбаза говорил, что это их не спасет от выселки. Дальше. В Чайной Союзу русского народа генерал Думбаза произнес речь против пьянства. Поддерживаю. В этой речи генерал, между прочим, сказал, что одной из главных причин поражения русских войск в Маньчжурии является водка. Ну, не водка, конечно, но ладно, да. Опять-таки, читайте мою книжку о пиаре во время русско-японской войны, да, Японии и Америки. Я там подробно рассмотрел вообще действия Куропаткина и Алексеева. Водкой, по словам генерала, жиды спивали солдат, которые поэтому массами попадали в плену. Вот в чем причина. Водка, которой жиды спивали солдат. Как это просто и удобно. Вот это мне очень нравится. В женском медицинском институте проектируется устройство на каникулы большой экскурсии слушательниц с научной целью на Кавказ и в Крым. Но поскольку среди этих слушательниц есть представительница иудейского вероисповедания, то отправляется официальный запрос, можно ли им заехать в Ялту. Думбаза, слава богу, снизошел и сказал, что да, можно. Я тут должен ответить, потому что мне пишет местный как раз гид из Ялты, который говорит, что если мы подойдем пораньше, то она нас встретит. Но мы пораньше, судя по всему, не подойдем, потому что мы с вами занимаемся съемками. В общем, вот такой вот человек, представляете, и доставалось не только евреям. Например, татары в Алуште хотели поставить спектакль на татарском языке благотворительный, попросили его разрешение об этом, им было отказано. В общем, короче, вот в атмосфере в такой прибывает Ялта. Думбаза это все регулирует. И в 1906 году он едет по этой Николаевской улице и из дома, соответственно, на него производится покушение. Дальше мнения расходятся. В газетах писали, что террорист застрелился. В воспоминаниях начальника петербургского охранного отделения Александра Герасимова сказано, что террорист убежал, ему удалось скрыться. Что делал Думбаза? Он приказывает, соответственно, окружить весь дом и нахрен его сжечь, вообще уничтожить артиллерии. Причем, когда живущие там люди попытались как-то спасти свое имущество, ну, пойдемте ближе подойдем к этому перекрестку, и Думбаза запретил им его забирать. Это очень похоже на то, как, соответственно, солдатики Семеновского полка мешали рабочим спасти сытинскую типографию от пожара, потому что, как я уже рассказывал еще в одной лекции, восстание в Москве 1905 года, декабрьское, оно началось, в частности, в типографии имени Сытина, которая располагалась за Москворечьей. Я там даже экскурсии вожу периодически. Вот, соответственно, здесь это все разгоралось, вся эта история. Дача была уничтожена у вышеупомянутого у нас актера Новикова. У него было две дачи, на самом деле, здесь еще подальше. Но вот это сгорело, он, естественно, подал в суд. Столыпин вынужден был от лица Министерства внутренних дел выплатить Новику 30 тысяч рублей, чтобы замять это дело. Столыпин все время находился не между двух огней, а между трех огней. Я рассказывал в одной из лекций своих, как однажды Дубровин, это, так сказать, главный союзник, председатель Союза Русского Народа, которого обвинили в организации убийства депутата Государственной Думы Герцинштейна, и это была правда. И вот он скрывался, на самом деле, от суда. Герцинштейн, кстати, хочу сказать, технически был русским. Он принял православие перед Дженидьвой. То есть, как бы он хоть был еврей, но по факту русский. Так вот, Дубровин скрывался здесь, в Ялте, на даче Думбадзе. И пока Николай II не подписал, соответственно, указ о том, что Дубровин прощается. И вот Дубровин попросил у Столыпина деньги на издание Черносутина газеты. Пришел Герасимов. Герасимов попросил его на иконе поклясться, что те не будут докликовать Столыпина. Вымолил у Столыпина деньги на издание этой газеты. И в первом же номере они поливают Столыпина грязью. То есть, как бы, ну это просто. На государственные деньги издаются газеты, которые мочат того, кто дал ей деньги. Это к тому, что Столыпина часто обвиняют в Черносутинах настроениях. Черносотинцы его ненавидели на самом деле. И Столыпин выплачивает ему 300 тысяч рублей. И тогда Новиков, который уже на тот момент здесь организовал некую театральную деятельность. В деревянном театре, построенный, кстати, еще на деньги другого петербургца Тарасова. Когда я вожу экскурсии по Фонтанке, показываю дом, где были бани тарасовские. Вообще, вот книга «Пызина и засосовы» известная про повседневную жизнь Петербурга. Она как раз написана одним из сыновей управляющего вот этого Тарасова. И вот он на эти 30 тысяч, Новиков строит театр. Причем он обязуется построить его за год. Он заключает контракт с Городской думой Ялты. И они обязуют его ставить не менее 100 спектаклей в год. Он сдает его раньше. И вот берет его в аренду на 10 лет. А через 10 лет театр должен, это 1908 год, театр должен отойти городу. И параллельно с этим Новиков привел в порядок петербургский зоопарк. Дело в том, что он организовался еще в 19 веке. И к началу 20 века там были дела очень плохие. Пока его не перекупил Новиков, он там поставил все на коммерческие рельсы здравые. То есть там была и развлекательная часть, он стал как бы расширять. Углублять. Даже пруд еще один появился. И он закупил еще зверей. И именно он купил двух слонов. Одна из них слониха Бетти. Это та слониха, которую в первую очередь убили во время авианалетов в блокаду. И мне даже одна блокадница рассказывала. На Петроградке она жила, там неподалеку от этого зоопарка. И передавали, что вот эту любимицу ленинградских детей слониху убили немецко-фашистские летчики. И он же купил бегемотиху. Бегемотиху по имени Красавица, которая выжила в блокаду. У меня есть об этом отдельный сюжет. Благодаря усилиям служительницы зоопарка Евдокии Дашиной, которая ее выходила, и бегемотиха это дожила до 50-х годов. То есть она пережила блокаду. А все это благодаря вот этому Новикову, который параллельно занимался организацией деятельности в будущем ленинградском зоопарке, тогда в Санкт-Петербургском зоосаде. Как он тогда назывался? Зоосад он тогда назывался. В общем, соответственно, он построил этот театр. И вот таким неожиданным образом ему вот привалила компенсация. Думбадзе продолжал здесь действовать. Думбадзе продолжал сжечь напалмом. И он здесь присутствовал до 1116 года. И надо сказать, что его в 1910 году пытались снять. Пытались снять, но Николай II сказал, что без Думбадзе он не будет чувствовать себя в безопасности здесь, в Ливадийском дворце. И поэтому его оставили. Но в 16-м году Думбадзе стало совсем плохо. Все-таки вот этот вот теракт не прошел для него даром. Он вылетел буквально из кареты, оглох сначала. Потом у него восстановился слух, но сердечная началась болезнь. И на смену ему как раз пришел Спиридович. Спиридович, который был начальником царской охранки. И вообще, я уже говорил в предыдущем выпуске, который я снимал в Нижнем Новгороде, Спиридович, по идее, должен был занять пост петербургского градоначальника. А это был такой переходный период. То есть, конечно, для человека без амбиции положение ялтинского градоначальника это прекрасно. Ну, то есть, курорт, море, солнце и прочее. Но Спиридович был не такой человек. Он ждал назначения в Петербург. Тем не менее, он сюда приехал. И он описывает, какими ему приходили в своих воспоминаниях, с какими ему приходили просьбами местные жительницы. Значит, одна пришла ему рассказывать, что муж ее бросил. Как бы есть что-то сделать. Он говорит, это не в моей компетенции. Другая пришла и говорит, что вот она снимает комнату у хозяйки без удобства. Ей приходится бегать через двор в удобство, а комната стоит слишком дорого. Третья про то, что вот ей не позволяют готовить на примусе. И каждый раз, когда он объясняет, что это не в моей компетенции, что это не по мимо адресу, они начинают говорить, а вот Антон Иванович, а вот Антон Иванович, то есть Думбадзе, занимался всей вот этой вот хреносенью. То есть он совал нос в каждую щель, ну прямо вот как Николай I, да, заботился о нравственности своих жителей. Ну, Думбадзе умер в 16-м году. Театр, устроенный Новиковым, просуществовал до 18-го года. Потом надо было его передавать городу, но 18-й год, там уже как бы черт ногу сломят. В этом театре тоже были интересные всякие вещи. Например, там выступал негр со своей партнершей, танцевал развратный танец танго, который был предан Анафиме, папой римский. И за это его выслали из Ялты, как вы думаете, кто распорядился это сделать? Да, конечно же, бравый градоначалик Думбадзе. Также меня, ну не то чтобы позабавила, стандартная вещь, что один из предыдущих деревянных театров, который, Новиковский, да, сгорел, потому что рабочий не погасил свечу. Ущерб был нанесен порядка 40 тысяч, рабочего присудили к штрафу 50 рублей. Вот. Соответственно, все это сейчас поросло былью, Николаевская улица переименована в Комунарах. Там вот висит мемориальная доска, совершенно неприметная под надписью «Крымские вина», о том, что названа она в честь коммунаров, потому что здесь влечились старые большевики и бывшие политкоторжане. Но пройдет еще буквально 20 лет, и не станет ни старых большевиков, ни политкоторжан, потому что общество их будет ликвидировано, большинство членов репрессированы. Извините, не я это придумал, и не я это сделал, да, просто некоторые очень как-то реагируют странно на подобные вещи. И вот этот рассказ, он наглядно демонстрирует нам всю идиотию до революционной царской России. То есть, с одной стороны, действительно, я уже говорил, вот в книге «Историка Гейфман» приводятся цифры страшные, там 17 тысяч человек, жертвы политического террора в России, именно терроризма именно, да. То есть, мы-то знаем по верхам, там всякие опять-таки Плеви, Сергей Александрович, губернаторы, бла-бла-бла, вот Дуб Бадзе, да, пострадал. А ведь никто же не считал там простых прив, это с одной стороны. А с другой стороны, вот такой вот абсолютный самосброд, ну, не знаю, да. При том, что, естественно, в некрологах его возносили до небес, что он тут держал Ялту в кулаке. Он действительно, наверное, как такой отец, так сказать, всех жителей Ялты по части быта, да, по части снабжения продуктами, водой и так далее, здесь, наверное, он действительно много сделал хорошего для города. Но если бы он не вникал, не вдавался в подробности, там, личной жизни горожан, и если бы он не... у него не ехал бы крыша на антисемитизме и всем остальном, возможно, он вошел бы в историю, как прекрасный человек. А так он вошел в историю, как откровенный черносотинец, из-за чего, собственно, на него и покушались, из-за чего потом ему много раз и присылали угрозы с тем, что готовы его убить. И вот Лев Давидович Троцкий в одной из своих заметок писал, что слышен хлыст арабника Толмачевско-Думбадзовский. Толмачев — это тот человек, который был в Одессе, а Думбадзе — это тот человек, который был вот здесь. Соответственно, ну вот это такой небольшой сюжет, special for you, специально для вас в этом месте. Возможно, если вы будете проходить здесь мимо, то вы немножечко по-другому посмотрите на то, что происходило когда-то в начале 20 века, тем более здесь видовая площадка, пойдем еще вернемся. Тут народ ходит делать всевозможные фоточки. Она прекрасна тем, что здесь мало людей, как правило, но вид отсюда открывается фешенебельный. И я могу сказать, что, конечно же, после Алушта и Ялта производят куда более приятное впечатление. Ну, наверное, потому что здесь бабла в 500 раз больше, скорее всего, что-то мне подсказывает. Но, тем не менее, Думбадзе — Думбадзе, новиков — Новиков. Я вам хочу сказать, что вы можете приходить ко мне на экскурсии, правда, в более северных краях Петербурга и Москве. Частота их будет сокращаться, конечно же, по мере похолодания. Ну, а там посмотрим, может быть, переместимся в более теплые места. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Извините, если я где-то что-то там опять сморозил. Может быть, за несколько сумбурные изложения, как обычно. Тем не менее, оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok